Мы продолжаем с вами настраивать потрясающий шаблон UMAKAY от UTEM на фрамворке ULKIT. Сегодня мы создаем пятый экран, по примеру демо сайта. Вот этот экран, некий текст, иконки с информацией. Как его реализовать, давайте посмотрим. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, стиль дефолт. Здесь изображение. У нас есть задний фон. То есть для заднего фона есть изображение. Я загружаю. Также все изображения я взял с сайта примера. Все изображения, иконки и фон я подготовил. Я их все загружаю на сайт. Они все в SVG формате. Вот это изображение для заднего фона. Я его выбираю. Это просто изображение и тоненькая рамочка, некий круг. То есть вот он. Вы видите, здесь такой типа ореол. Такая линия тоненькая. Это и есть наше изображение. Дальше по настройкам. Цвет текста оставляем. Максимальная ширина. Выбираю смейл. Итак, вот здесь у нас под изображением есть еще настройки. Зайдем сюда. Позиции изображения я выбираю топ-центр. Дальше эффекты. На самом деле есть пролакс-эффект. Уже можете сами настроить. Я настраивать его не буду. Видимость изображения я выбираю medium. Здесь настройки закончили. Нажимаем сохранить. Назад. Назад. Далее у нас с вами идет уже знакомый для вас плагин текста, если вы смотрели мои предыдущие уроки. То есть у нас вот текст есть и вот есть текст. Давайте его поставим. Можно даже отсюда, с предыдущего экрана, сделать дубликат. Перетащить его в пятый экран. Второй текст, дубликат. И перетаскивать также в пятый экран. Единственное, нам надо его оцентровать. У нас стоит это все не по центру. Поэтому я захожу в headline-плагин. Кстати, отсюда вы тоже можете делать манипуляции. Плюсик также отсюда добавлять с экрана прямо плагины. То есть по карандашку, если я захожу, я, естественно, перехожу в настройки этого текста. Здесь вы пишете ваш текст. Дальше переходим в настройки. Прокручиваем настройки до общей. Здесь оставляем как есть. А вот здесь вот внешний отступ выбираем smile. Здесь снимаем галочку. Максимальная ширина оставлю нет. Выравнивание текста я выбираю по центру. Вы видите, все изменения происходят в реальном времени. Здесь я выбираю always показывать. И настройки здесь оставляем дальше как есть. Сохраняемся. Назад нажимаем. Абсолютно такие же настройки вы делаете для второго вашего текста. Я ставлю на паузу. Понятно, здесь уже действия те же самые. Итак, с текстом мы разобрались. У нас с вами остается здесь добавить иконок. Итак, нажимаем плюс. Ищем плагин. Вот он, grid. Видим, изначально он выглядит вот так. Заходим в настройки и давайте добавим элемент изображения. Если мы посмотрим в демо пример, у нас первая иконка идет рука, потом S. Поэтому вот у меня загружено уже изображение. Выбрать заголовок, текст. Вот он под иконкой пишется здесь. Если нужно ссылку, можете ссылку здесь прописать. Я нажму сохранить. Назад. Здесь все галочки оставляем включенные. Давайте добавим остальные изображения. У нас вот эта иконочка. Выбрать. Не забываем прописать к ней заголовок. Сохранить. Назад. И добавляем третью иконочку. Вот эта вот иконочка. Выбрать. Заголовок. Сохранить. Назад. И теперь давайте перейдем в настройки. Расстояние между. Выбираем medium между ячеек. Дальше настройка колонок. Здесь оставляем как есть. Вторая колонка 3. То есть это на смартфоне в альбомном режиме. А здесь выбираем вот этот вариант. То есть это уже идет как будет смотреться на разных устройствах. Должны понимать. Прокручиваем там где у нас панель. Внутренний отступ я выбираю smell. Дальше стиль заголовок H6. Шестого уровня. То есть наш текст под иконками стал меньше. Margin top. Это отступ сверху. Выбираем маленький. Ниже изображение ширина. Я выставляю здесь 70. Размер иконки. Выбираю 1. Ниже ставим птичку сделать SVG стилизуемым. Ну мы с вами уже это сделали. Я уже ранее объяснял что это такое. Дальше ссылка. Выбираем вот этот вариант title images. В самом низу выравниваем текст по центру. Иконки наши смещаются ровно так же по центру. Так же как и в демо. Все. Остальные настройки здесь оставляем. Сохранить. У нас с вами остается здесь добавить еще две иконки. Поэтому я предлагаю перейти вот здесь назад. И скопировать наш вариант ниже. Зайти в настройки. Убрать нижнюю иконку. А две другие заменить. Перейдем в настройки. Здесь кликаем по корзиночке. И выбираем следующее изображение. Следующую иконку у нас вот это. Выбрать. Для этой иконочки я меняю заголовок. Сохранить. Назад. Следующая иконочка. Удаляем. Добавляем нашу последнюю иконочку. И для нее заголовок тоже я беру из демо примера. Сохранить. Назад. Здесь заходим в настройки. А по колонкам 1 здесь колонка. Планшет альбом. В две колонки. Вы видите колонки у нас тут разъехались немножко. Прокручиваем до изображения. И размер колонки здесь ставим 4. Дальше прокручиваем до общие. И внешний отступ делаем LERG. Далее максимальная ширина делаем X LERG. Таким образом иконки смещаются влево. И ниже вот здесь их ставим по центру. Вот такого вида. То есть все то же самое получается. Сохранить. Давайте пойдем на фронтальную часть сайта. Обновимся. У нас практически все получается. Единственное наш круг он немножко размещен как-то неверно. Потому что здесь иконки все находятся в нашем кругу. Так скажем. И заодно прогоняем на устройствах. То есть смотрим как это смотрится. Здесь иконка друг за другом идут. Так и должно быть в адаптивном дизайне. Все в принципе нормально смотрится. А дело все в том, что у нас картинка другая. То есть я тут немножко ошибся, извиняюсь. Если мы посмотрим в демо примере, название картинки здесь такое. А я использую совсем другое название. Поэтому здесь изображение неверно. Давайте загружим правильное изображение. Нахожу его здесь. Выбрать. И теперь у нас нет несоответствий. Картинка просто другая, большего размера. Сейчас как было. Обновляюсь. Как стало. То есть один в один, как и в демо примере. На этом урок я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok